Почти 500 миллиардов тенге, выделенных из госказны, неэффективно потратили в Казахстане. Об этом заявил председатель высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов. Отчеты об исполнении республиканского бюджета за прошлый год заслушали депутатам и жилистам и остались недовольны работой правительства. С чем не согласились парламентарии, расскажет Гульнара Ерманова. Из выделенных на нас проект комфортная школа средств освоена только чуть более третья, при том, что профинансировали его в полном объеме. Строительство под ключ затянулось сразу в нескольких регионах, а на половине запланированных объектов возведены лишь первые этажи. Не лучшая ситуация из модернизации сельского здравоохранения, где не успели завершить проектирование свыше 200 зданий. О многочисленных нарушениях рассказал глава высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов. Он напомнил, каждые бюджетные деньги изыскивали в условиях нехватки. Была проведена серьезная работа по альтернативным источникам финансирования. Все это для того, чтобы приоритетные задачи были обеспечены ресурсами в полном объеме. Были сняты бюрократические барьеры, созданы все условия для своевременного запуска нацпроектов. Поэтому уже в качестве главы высшей аудиторской палаты хочу заверить, спрос с нерадивых администраторов бюджетных программ будет жесткий и беспристрастный. В прошлом году стране неэффективно потратили почти 500 миллиардов тенге. В сравнении с 2022 сумма возросла. Внимание на это обратил мажористмен Ерконобиль. При этом только за год бюджет корректировали 7 раз. Многочисленные корректировки бюджета фактически давно уже стали инструментами исправления неправильного планирования и маскирования неосвоенных средств. По информации высшей аудиторской палаты в 2023 году существенно увеличилась сумма неэффективно использованных бюджетных средств. В целом проблемы недостатки бюджета вновь одни и те же. Вы сами в докладе говорили. Каждый год из года в год они повторяются. Какие кардинальные меры планируется предпринять с целью улучшения ситуации с бюджетом? В целом если взять структуру бюджета, давайте возьмем. У нас сегодня 90% это составляет текущие, постоянные расходы. Менее 10% идет только на бюджет развития. При планировании следующей трехлетки мы будем пытаться переломить эту ситуацию и направить больше средств на бюджет развития, чтобы было куда-то двигаться нам. Что касается корректировок, да, можно, наверное, посмотреть двояко. Где-то это, наверное, позволяет более быть бюджету маневренным, помогать администраторам делать перекидки между программами. При этом наибольшие суммы неосвоения у самого Минфина. Основная часть средств приходится на проект по модернизации пунктов пропуска на границе. Его реализуют за счет привлеченного займа. Системные проблемы при использовании государственных денег перечислила депутат Татьяна Савельева. Это показательный пример, который отражает общие проблемы по исполнению расходной части бюджета. Отставание от графика работ по инвестпроектам, неисполнение договорных обязательств поставщиками, долгие процедуры согласования, а также низкая эффективность при высоких затратах бюджета при реализации займовых проектов. В итоге фактические затраты, к примеру, только на ремонт дорог с привлечением займов, обходятся бюджету как минимум в два раза дороже. Просучавшую от депутатов критику в адрес правительства, а ее было немало, спикер Мажелиса назвал обоснованной. Ежегодно повторяющиеся проблемы обусловлены некачественным прогнозированием и планированием, считает Ерлан Кушанов. Решать их нужно на законодательном уровне. Одна из основных проблем – некачественное прогнозирование и планирование бюджета. Мы понимаем, что при прогнозировании доходов вы старались покрыть растущую расходную часть. Но здесь, я считаю, при планировании надо искать дополнительные источники. Поверьте, они есть. В первую очередь, это пересмотр всех преференций и льгот, которые дадут дополнительные поступления порядка 3 триллионов тенге. Необходимо взять под контроль и все финансовые потоки. Это касается бюджетных и небюджетных фондов. Спикер рекомендовал правительству обратить внимание на предложения депутатов. Менея же парламентских фракций по утверждению бюджета разделились, но отчеты все же направили в Сенат. Теперь их рассмотрят на совместном заседании палат. Гульнара Ерманова, Арман Ахшабаев, 24КИЗ.